Вот как вы считаете, кто должен быть народным избранником? Как они должны попадать в Государственную Думу или в правительство? Как вообще это все должно осуществляться? У нас система уже отработана. Нельзя сказать, что она совершенна. Она требует развития, совершенствования. Но в любую фирму, в контору люди берут, с ними проводят собеседование, в котором выявляют всякие достоинства, недостатки и пригодность. У нас эти компании проходят однобоко как-то. То есть нужно проводить тесты на профпригодность, определять профпригодность правительства. По крайней мере, в священство, когда берут, у них четкие каноны. Там разведенные не должны быть священником. Курящие, само собой, не могут быть и так далее. Но почему в правительстве... А кто не должен быть в правительстве, по-вашему? Кого категорически нельзя допускать? Нет, я считаю, кто своей семьей управляется, у кого достойные дети, тот может править чем-то большим, чем своей семьей управлять. И то же самое вот вредные привычки, например. Я не думаю, что курящий человек может чем-то вообще руководить. Очевидно, у него в голове какая-то дырка, и эта дырка в любом случае скажется на любом деле, который он возьмется делать. То есть курящим не место в правительстве, так? Ну, курение – это как бы признак неполноценности ума человеческого. А наркомания и алкоголь? Ну, в первую очередь, конечно. Алкоголь – это вообще яд, это как странно. Человек, если принимает внутрь себя яд, и потом он хочет что-то доброе совершить для других, мне кажется, это, ну, как человек безумен, и его давайте ставить вперед, и давайте за ним идти. Ну, сейчас как-то… Безумие же очевидно это. Просто у кого есть деньги, они больше по наркотикам употребил, и ни один гаишник не поймет, ничего тебе не будет. Ну, это отклонение нашего действительности. Ущербность общества, как бы, слабость распространяется. Это как рак и опухоль на всех распространяется. Общество больно, а правители наши, они наши правители. Скажите, а какой-то выход вы видите? Сказали, общество больно, и к чему мы идем? Как нам выходить из этого? Очень просто. Каждый на своем месте делает то, что он хочет видеть, видеть вокруг. И у него все будет. Все, спасибо.